МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Мирамгуль Салкимбаева. Сегодня выпуски. Купюры в 2000 тенге. Самые популярные у фальшивомонетчиков. В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению денег. Пресечена деятельность крупнейшей сети игровых автоматов. У преступной группы изъяты 12 миллионов тенге и документы, подтверждающие организацию незаконного игорного бизнеса. 60 дней в изоляции от окружающего мира. И все для того, чтобы познать основы бизнеса. В Караганде стартовали мастер-классы школы предпринимательства «Бизнес Бастау». Пятилетние девочки из Сатпаева, над которой надругался 50-летний педофил, сделали операцию на кишечнике. Сейчас девочку выписывают из больницы, и уже дома она будет готовиться к следующей операции, которая состоится через два месяца. Сейчас состояние девочки стабильное, ребенку оказывают полный комплекс медицинской помощи. Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя Сатпаева, в квартире которого обнаружена заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. В Караганде выявлен подпольный цех по изготовлению денег. Он был организован в квартире одного из жилых домов микрорайона Степной-2. При расследовании уголовного дела было установлено, что подозреваемый продолжительное время занимался изготовлением и хранением фальшивых денег, а также сбытом. В большом количестве изъяты вещественные доказательства, банкноты номиналом 2000 тенге с признаками подделки. Уголовное дело расследуется по статье 231 части 1 Уголовного кодекса. В настоящее время сотрудниками службы экономических расследований устанавливается место сбыта поддельных купюр. Ведется досудебное расследование. Цех работал у нас здесь в Караганде. В ходе осмотра были изъяты, обнаружены изъяты вещественные доказательства в виде банкнот номиналом 2000 тенге с признаками подделки в большом количестве, струйный принтер марки Epson ноутбук марки компакт SQ58, лак золотистого цвета, серебристого цвета, 10 картриджей, валик с емкостью, пищевая пленка, 2 линейки, 2 канцелярских ножа, упаковка чистой бумаги формата А4, цветокопии крахмала, а также пластиковая бутылка с разбавленным крахмалом. То, что было обнаружено и изъято. Получается ли первый случай или до того тоже были в Караганде? Нет, это не единичный случай. И ранее выявлялись такие факты. В Караганде пресечена деятельность крупнейшей сети незаконно функционирующих игровых автоматов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые совместно организовали незаконный игорный бизнес на территории Караганды. Залы игровых автоматов функционировали в местах массового скопления людей, в торговых домах, на рынках. Изъяты 96 игровых терминалов. Сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого собраны необходимые доказательства об организации незаконного игорного бизнеса на территории Караганды. При проведении обыска в офисе изъяты бухгалтерские документы, договора аренды, денежные средства в сумме 12 миллионов тенге и другие предметы и документы, имеющие отношение к деятельности игорного бизнеса. Кроме того, проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых также изъяты различного рода документации, подтверждающие причастность к организации незаконного игорного бизнеса. К Азбекбийским районным судом Караганды в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется досудебное расследование. В Караганде наказали попавшего на видео нарушителя правил дорожного движения. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором отчетливо видно, как водитель автомашины «Мерседес Бенц» движется по полосе встречного движения. Подписчики группы, где был выложен ролик, попросили полицейских наказать водителя. По сообщению пресс-службы Департамента внутренних дел, сотрудниками местной полицейской службы установлены привлечен к административной ответственности 52-летний водитель. Свой поступок нерадивый автомобилист объяснил банальной спешкой. В отношении водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях. С нынешнего года Казахстан приступил к реализации третьей модернизации страны, направленной на достижение глобальной конкурентоспособности. Среди процессов основополагающей является модернизация духовной сферы. Этой цели подчинен проект «Сакральный Казахстан». В августе прошлого года участники экспедиции Сыро-Аркинского археологического института сделали уникальное археологическое открытие. В Актугайском районе обнаружен уникальный ступенчатый мавзолей Бегазы Дандыбаевского времени. Мавзолей построен по принципу пирамиды и напоминает усыпальницы египетских фараонов. Стоит отметить, что памятники Бегазы Дандыбаевской культуры являются уникальными именно в Центральном Казахстане. Первые мавзолеи были обнаружены еще в 40-х годах прошлого столетия. О сакральности мавзолеев говорит многое. Сам памятник, хоть и относится к эпохе бронзы, на самом деле является разновременным комплексом, что и говорит о сакральности. Там встречаются памятники, начиная с эпохи камня. Это последние, в 2009 году были уже открыты новые памятники под руководством Армандия Денича-Бесенова. Были открыты новые памятники каменного века, были открыты новые памятники ранне-железного века и также памятники эпохи Средневековья. То есть этот комплекс Бегазы, в него входят все археологические и все исторические эпохи. От эпохи камня до эпохи уже позднего Средневековья, потому что именно казахские мазары, казахские кладбища, казахские погребения там тоже присутствуют. Стоит отмечить, что вплоть до последних лет историческим памятникам Бегазы Дендебаевской эпохи со стороны государства уделялось мало внимания. Камни уникальных мавзолеев зачастую использовались местными жителями для собственных построек. Но в начале нулевых ситуация изменилась. В Казахстане была принята программа по сохранению культурного наследия. Ну, все-таки в 2002-х годах именно благодаря Армадзе Денису Бесенову к аргандинским археологам началось восстановление памятника и также изучение памятника. Вот были выявлены новые памятники, были выявлены курганы, курган с усами, были выявлены именно эпоха палеолита, вот именно стоянки. Что касается пирамиды, открытой в прошлом году, то на ее изучение ученые потратили практически все лето. Уникальные находки и материалы этого памятника выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского государственного университета имени Букетова. Асель Сазамбаева, Жуслама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном филиале партии Нур-Отан прошел бесплатный мастер-класс школы предпринимательства «Бизнес-Бастау». Основные слушатели – безработные, самозанятые, студенческая молодежь и взрослые, желающие начать бизнес с минимальными вложениями. 60 дней настоящего курса молодого бойца. В данном случае, конечно же, бизнесмена. Однако дисциплина здесь по-настоящему военная. Во всяком случае, организаторы настаивают. Для того, чтобы полноценно впитать всю информацию, необходимо на месяц отрешиться от всего мира и погрузиться в удивительный и притягательный мир бизнеса. Вот 60 дней будет тренинг, вы должны забыть об отдыхе, о гулянии, обо всем должны забыть. Вот 60 дней должны работать на себя и на свое будущее, чтобы быть уверенным, что ты сможешь в любое время обеспечить свою семью, в любое время начать свой бизнес и заработать достаточно денег, чтобы жить безбедно. Вот таким образом мы создаем условия, условия неизбежности, что каждый человек хочет он быть соленым, не хочет быть он соленым, все равно будет соленым. То есть мы помещаем его в среду, наливаем воду, кидаем соль, закрываем. Он должен быть соленым, то есть он должен быть бизнесменом. Эту методику Ахмедбек Нурсила разработал на основе собственных опыта и знаний. Он же является основателем школы «Бизнес-Бастау». Около трех лет ведет ежедневные, утренние, бесплатные, мотивационные онлайн-занятия на казахском языке. Ахмедбек пристальное внимание уделяет духовному составляющему личности современной молодежи. Школа предпринимательства имеет свои представительства во всех областных центрах Казахстана, а также в Астане и Алматы. На сегодня через школу прошли обучение более тысячи человек. Среди его учеников, добившихся значительных успехов, есть немало людей с ограниченными физическими возможностями, а также люди пожилого возраста. Ахмедбек подчеркивает, для того, чтобы начать зарабатывать деньги, в первую очередь необходим труд. Но вложения должны быть труд. Чтобы начать бизнес, не нужно денег. Как говорил знаменитый Рокфеллер, если у тебя мало денег, тебе надо заниматься бизнесом. А если у тебя нет денег, то быстрее, быстрее начинай бизнес. Другого способа заработать, разбогатеть нет. Если ты берешь взятки, если ты как будешь заниматься воровцом, тебе посадят. Единственный путь стать богатым человеком – это заниматься бизнесом, честным бизнесом. Как выбрать нишу? Как начать бизнес с минимальными вложениями? Как и какими инструментами давать рекламу? Как выбрать целевую аудиторию? Как создать сайт? Как вести деловой разговор? Ответы на эти и многие другие вопросы получают слушатели курса. Главные участники – это безработные, самозанятые, студенческая молодежь и взрослые, желающие начать бизнес с минимальными вложениями. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это была последняя новость на сегодня. Если у вас есть интересная информация, вы можете обратиться к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. Я с вами прощаюсь. Аман Салболмсдар. Редактор субтитров А.Семкин